так здравствуйте ребята большой привет григорию ребята сегодня нам расскажут про много интересных вещей то что их удивило или что они знают хорошего любопытного амалия да и сейчас я сейчас буду начинать я сейчас покажу видно пока мы розовые что-то видим да я буду говорить про как строили пирамиды 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 в египте сейчас буду начинать тайны строились строительства пирамид в египте постепенно открываются что удалось выяснить ученым в двадцать первом веке пирамиды гизы хитроумный ребус для ученых всего мира разгада разгадать его пытаются еще не один десяток лет архитектори археологи и историки за последние пять-семь лет было сделано столько открытий сколько не случалось за ты за тысячелетние теперь мы наконец-то знаем каким способом вас возводились эти чудеса света пирамидам древнего египта около четыре тысячи пятьсот лет они все все стоят нет теряя формы и зум и зумле земля я не только туристов но и представителей науки эти величественные сооружения построены еще до того как люди изобрели колесо и такое простое механическое устройство как блок с помощью которого бы было бы куда проще поднимать наверх тяжелые камни у строителей египетских пирамид не было железных инструментов им им было нелегко нелегко обтачивать глобы и придавать им форму тем не милее они смогли создать почти идеальные по форме шедевры четко ориентированные по стру по сторонам света крупнейшая египетская египетская пирамида пирамида хиопска хиопса которая также называется великой вошла в историю всей человеческой цивилизации как единственная из семи чудес света сохранявшиеся до наших дней по высоте в сто сорок шесть метров она сравнима с 50 этажным современным зданием и неизвестно способны ли сегодняшние архитектуры и строителей в вооружении мощной техникой 21 века соорудить что-то подобное строительство пирамиды хиопска продолжалось около 20 лет и закончилось около 2540 года до нашей эры архитектура с чинной считается некий химион визир и племянник хиопска размер основанная составляет две двести тридцать метров высота в настоящее время сто тридцать восемь семьдесят пять метров средняя ма средняя масса каменных блоков две двести пятьдесят тонны эти пар параметры всегда вызывали массу вопросов у ученых где и как и где и как египтят египтяне подавали строительные материалы в таком масштабе как они перевозили по пост по пустыне тяжелые глыбы как поднимали наверх эти гигантские кирпичи гипотезы было множество но доказать но доказательства появились лишь недавно значит нет но как именно транспортировали строительный материал в 2014 году галатская команда физиков взялись экспериментально про и проверить технику доставки камень камней на санях такой способ транспорт транспортировки запечать и запечатлены запечатлен на 3 на фреске из захоронения времен династии династии в династии в дирель в перше там показано как сто сорок два человека тянут на санях статую камарха джиху тихотепа а человек льет воду на песок перед санями команда ученых из фонда фундаментальных исследований вершинства голландия и астердамского университета построила собственную реплику сани и замерил и замерила настолько проще таким образом волочить тяжести по мокрому песку чем по сухому оказалось что влажный песок уменьшает не необходимые тяговые усилия в два раза так что при орошине дороги сани скользят гораздо легче так древняя фреска с мало с мало заметным сюжетом дала ключ края к разгадке одного из ребусов еще одну замечательную улитку от отыскал египетолог марк лехни в воде раскопок он обнаружил древний пород прямо у пирамид и смог доказать что во времени что во времена строительства пирамид приток приток притоке нила подхожу ходили прямо к ним и значит египте грузили массовые камни на лодки и перевозили их по реке что значительно облегчает транспортировку но самой большой удачей стало обнаружение древнего папуруса в морском порту воде аль джарф его раскопал французский археолог пьер талия в 2013 году но результатом научный мир насладился лишь в 2017 году когда текст был наконец расшифрован оказалось что этот документ написан человеком по имени мирер который по всей видимости был чиновником низкого низкого уровня по время строительства пирамиды хиопска и отвечал за транспортировку стройматериал стройматериалов в гизу я закончу спасибо интересно мне кажется что что-то там про папирус еще должно быть возможно ты нам следующий раз расскажешь что же было в папирусе этом было очень интересно спасибо амалия давика я хотела бы удивляться конечно у меня меня удивило то что такие сани придумали то есть песок поливали водой чтобы сами скользили чтобы легче было перевозить огромные кирпичи да то есть ученые они очень много над этим думают у меня вот тут же вот уже сколько знаю про египетские пирамиды тоже уже много удивляет что египтяне вообще сами построили это как-то и у них всего-то 20 лет занимал без всяких то есть приспособлений вот и я можно добавить еще один факт про клеопатру давай мы дадим возможность арсению удивиться и возможно потом вернемся а помнишь подожди века у тебя был вопрос давай мы его обсудим сейчас потом а да я просто не поняла как бы я заметил что написано то что построилась пирамида 20 лет и закончилась там не будем как назвать пирамида 2540 года да то есть сейчас у нас 2023 это то есть через 500 лет да как будто бы через 500 лет но она уже закончилась а на самом деле амалия когда закончилась строение строительство пирамид запомнишь микрофончик сейчас проверю просто я только читала и ничего не нам кажется что там было 2540 год до нашей эры до нашей эры то есть есть так называемая лента времени до что развести человечество и в том как мы измеряем время есть точка когда наступила наша эра считается в таком летоисчислении считается эта точка рождества христова да это как бы нулевой год и начинается наша эра от этой точки дня рождения христа как и получается все что было до этой точки это до нашей эры получается что если в 2540 году до нашей эры их закончили строить значит им сколько вместе это туда от нуля у нас получается 2540 и вперед у нас 2023 я увидела они закончила они закончили год они закончили повтори пожалуйста я не расслышу они закончили в 450 год я не знаю эту цифру я просто минус было 2500 но я прочитала еще раз и там было написано что они закончили но закончили настоящее время это в 450 год хорошо ты это проверишь и мы в следующий раз еще раз уточним хорошо может быть 4500 лет назад вот вот то что мы хотим сейчас с викой вычислить как раз да то есть если в 2540 году до нашей эры мы прибавим наши 2023 то получается приблизительно как раз 4500 лет назад соответственно им почти 5000 лет по современным расчетам ученых да потому что информация меняется периодически уточняется что-то да раньше была одна версия создания пирамид теперь другая арсений что тебя удивило это отличный вопрос и как эти лодки не утонули это правда 2000 две с половиной тонны весил один кирпич дамали 2500 граммов хороший вопрос наверное ученые нам об этом расскажут еще позже века вообще вот просто я хотела как бы версию сказать ответа на этот вопрос говорят то что многие ученые утверждают то что вот даже григорий я помню один раз сделал такую презентацию насчет египетской империи то что там на стенах обнаружили надписи современных машин летающих тарелок то есть пришлось типа помогали людям раньше но об этом ничего то есть не упоминается кроме рисунков но еще говорят то что насчет этих рисунков то что пора он любил писать поверх надписи другу так что можно просто получилось есть версия совершенно другого возникновения этих пирамид аврора меня тоже удивило что лодки не утонули когда перевозили блоки потому что лодки сто процентов там какие-то небольшие были а вот этот блок весил две тонны с лишним да действительно казалось бы нам рассказали как оно было на самом деле но вопросы не исчезли да какая таинственная какое таинственное это создание пирамиды в египте далека там прямо кускам привозили может там просто материал привозили чтобы делать эти кирпичи и собирать камни массой 2 с половиной тонны но интересно да меня лично заинтересовало то что орошали песок для того чтобы протянуть сани да потому что из того что я знала вода это очень ценный ресурс и просто тратить на то чтобы ее вливать в песок на пусть она сначала добыть как-то из этого нила передать и потом поливать песок чтобы протянуть сани интересная теория да арсений видео в том что в египте это довольно южная страна и вода мало и и было до пустой воды и одно дело орошать поля которые принесут тебе урожай ты накормишь людей и животных наверное возможно да и или просто пить ее и другое дело получается спускать ее в песок в общем амалия если ты сможешь найти ответы на эти беспокоящие нас вопросы и в следующий раз рассказать будет просто чудесно спасибо тебе боли найти да за такой рассказ который пробуждает еще вопросы аврора ты готова да готова расскажи нам ты хочешь нам рассказать о чем я расскажу сначала историю чипсов а потом как их сделать дома чипсов изобрели вот прям совершенно случайно в 1853 году американский бизнес бизнесмен бизнесмен корнелю корнелиус вандербильд решил отобедать ресторане нью-йоркского отеля он заказал картофель фри готовить который для него взялся шеф-повар джордж крам он брался готовить блюда для очень важных гостей привередливый миллионер трижды отсылал официанта обратно на кухню чтобы он отнес блюда так как по его мнению картофель был недостаточно тонко нарезан и когда джордж крам не привыкший к тому что его клиенты жалуются на его готовку решил проучить капризного гостя он на терке натер картофель и обжарил его в масле он же он ожидал что гость устроит скандал но неожиданно блюдо ему очень понравилось а вскоре блюда распробовали и другие посетители и эти чипсы стали очень популярны в 1860 году джордж крам открыл ресторанный бизнес где готовили и подавали чипсы затем это блюдо стало популярным во всех ресторанах Америки спустя 30 лет в 1890 году обладатель закусочного заведения в Кливленде Уильям Теппенден сообразил что столь популярную закуску можно и нужно продавать в качестве продукта быстрого питания чипсы стали распасовывать бумажные пакетики и торговать ими сладков на улицах еще через 35 лет они появились в супермаркетах сейчас про вред магазинах чипсов нарушается обмен веществ веществ возникает ожирение развивается гастрит язва желудка и другие заболевания повышается уровень холестерина в крови что производит к образованию этеросклеротических бляшек нарушению кровообращения улучшению работы сердца и сосудов развивается сахарный диабет и ухудшается репродуктивная функция сейчас расскажу как сделать их дома для начала нужно помыть картофель и почистить затем можно нужно тонко нарезать для тонко нарезать либо ножом либо натереть на на специальные штуки для чистки овощей затем их надо просушить и слегка протереть окунуть их в масло обычное рафинированное далее разложить на противень и поставить в духовку на на 190 или 200 градусов разогреть духовку духовки разные поэтому нужно ждать пока появится золотистая корочка мы когда готовили чипсы нас они слегка подгорели даже не слегка и выглядело это вот так я потом пришлю еще фотки похоже на какие-то куриные крылышки присылай в чат покажешь да можно я задам вопрос ну а второй раз у нас конечно получилось нормально получилось лучше? лучше все все хорошо Захар знаете я хотела вроде задать вопрос вот ты говоришь в духовку на противень а если у кого-то нету духовки например у нас у нас нету что нам тогда делать? посмотри рецепт с микроволновкой или можно на на а я думала ты расскажешь а я думала что у нас нет микроволновки или вспомните часть о вреде чипсов и вы держитесь от изготовления чипсов дома нет домашние чипсы они не вредные как магазинные потому что дома кроме картофеля и разных специй и соли в них ничего нету а в магазинные там много очень химии а то есть ты хочешь сказать что вредны именно магазинные чипсы да? не только магазинные подожди Захар а Вика? я хотела поудивляться меня удивило ну то есть я вообще не знала про историю вот как изобрели чипсы меня удивило что их изобрели бы совершенно случайно то есть хотели про это шеф-повар хотел проучить клиента который постоянно жалуется а получилось блюдо классное которое вот сейчас все обожают дети взрослые вот мне очень понравилась презентация спасибо 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 Вика Захар что ты хотел добавить? это ну не я хотел добавить Ульяна хотела поудивляться или поспросить а у меня есть вопрос а можно это делать в кипящем масле? да можно я же сказала я бы еще хотела поудивляться да меня удивило вообще что Аврора выбрала такой интересный рассказ если честно я знала этот рассказ что вот это вот ну придумали так чипсы случайно вот но я не знал ну меня удивило что сначала их продавали в пакетиках на улице я думаю они сразу там в супермаркетах появились ну в магазинах просто в те времена не было супермаркетов я думаю ну магазинов там каких-нибудь именно объединение магазинов да я удивилась что я была уверена что чипсы то есть это такая тонко порезанная картошка которую жарят в кипящем масле а Аврора нам рассказала что это делать в духовке это прям интересно ну можно в духовке можно в кипящем масле я смотрела рецепт там где можно сделать просто нарезать картошку кинуть в кипящее масло потом еще что-то там уже не помню ну наверное с духовке более более полезный способ наверное я так предполагаю интересно будет попробовать ну если не в старом каким-то масле делать там которое прошло уже много обжарок так сказать то в принципе все нормально будет а так если масло какое-то просроченное или что-то с ним еще то лучше не делать да наверное ты прав Захар Вика как ты готова нам рассказать про это да я сейчас ящерицу только принесу так микрофончик у тебя выключился о чем ты решила нам рассказать о ящерицах бородатых альгамах потому что у меня сам это у меня самой один из них самец бородатые альгамы сейчас я покажу этого красавца он стал гораздо больше я в прошлом году уже показывала он мне звук выключил сейчас по компьютеру ходил вот сейчас я его покажу он уже огромный стал ого прям в двух руках не помещается вот это его зовут его зовут Соник потому что он сумасшедший принято вот так я его выключу вот они очень спокойные ну в основном самцы они более спокойны чем самки ему еще пока что года нету но скоро исполнится год когда исполняется год они уже совершенно летние то есть и они уже могут спариваться и самки потом откладывают яйца у них в брачном танце очень смешные движения они так головой дрыгают вот в зеркало когда например себя могут видеть и подумают что это другая самка и начнут дрыгать головой в сезон спаривания вот он у нас очень спокойно уже почти год с нами живет я его кормлю червяками ну личинками уже перешла на червяков побольше потом могу показать если интересно и свечками живыми можно еще и сухих давать но это если мы куда-то путешествовать едем и кому-то даем то сухих свечков вот еще он есть зелень всякие фрукты ягоды но он больше любит все-таки капусту и свечков есть с червяками вот скажи каждый день кормишь так да но когда им уже год исполняется они то есть меньше начинают есть живности больше уже потреблять зелень и можно его кормить то есть через день ну то есть если на выходные куда-то уезжать то можно спокойно ему наложить в миску там червячков и все оставить ну зелень вот у меня еще кот есть они с ними подружились очень хорошо вместе гуляют он постоянно на террариуме лежит за ним наблюдает вот и когда мы ехали из беларуси я сейчас с вами просто живу но когда ко мне обратно на беларусь ехали его мы отдали друзьям нашим а тима еще наш мой кот был еще дома и он искал террариум по всему дому ему было очень грустно то есть без друга вот они любят это когда их чешут из порода как 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 кот мурчит только как-то вот на подбородке если положить палец он чувствует урчание и они еще прикрывают глазки куда им нравится вот вот ему желательно насыпать засыпку половину можно песка обычно а вторую половину земли и у него так будет то есть две зоны чтобы выбирать они живут в африке то есть не в африке а в австралии это их место обитания в пустынях обитают в основном так что у них температура самая комфортная для них это 35-37 градусов вот еще их надо купать он так себе не очень любит купаться но он просто грязный после того как покакает например грязно становится чтобы вот что он похоже недоволен твоим рассказом этим звук выключил опять его если что надо к сердцу перекладывать он чувствует сердцебиение стекло сердца и замирает вот сейчас я его отпущу в камеру чтобы его видно интересно и что он сам так держится да у него когти большие поэтому я его в полотенце уже стала брать больно когда царапает до крови один раз царапан он просто испугался пылесосом вот интересно что коты тоже боятся пылесосы и ты рассказываешь что они дружат да вот мой кот очень спокойный он никогда агрессии к нему не проявлял только интерес и они дружились уже со временем но мы сначала его не упускали как бы да аврора 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 наверное готовится удивляться нет я хотела сказать что у нас тоже кот есть кот есть шанти девочка она очень боится веников возьмем подметать пол она сразу смотрит и убегает под кровать понятно на шотландии с ловухей тоже совместно там два мальчика дружбами вот сейчас я дорасскажу на вопросы очень хорошо вот они звуков никаких не умеют издавать кроме шипения когда они напуганы чем-то или злятся может вы еще видео где-то видели такие смешные где ящерицы на задних лапах убегают вот вот они тоже так могут бегать только вот прям в крайнем случае и еще когда они чувствуют опасность или пугаются или злятся они надувают брюшко вот где-то вот так вот как-то и подбородок надувают сильно начинают шипеть вот так больше звуков никаких не издает поскольку да Захара Ульяна я хотела сказать что когда если например если Дарина там берет веник и просто хочет ее попугать она сразу топорщит хвост и просто перепрыгивает через нее как будто бы это барьер через веник ты сейчас про кошку свою рассказываешь? нет, про Шанти Ульяну рассказала можно ее поудивляться? давай мы спросим Вика ты рассказала уже? или еще что хочешь сказать? ну еще факт добавлю так хорошо, давай вот у него хвост такой вот сейчас покажу вот у него такой вот хвост он его можно как бы забегать он остается в этом же положении он кончик хвоста практически не чувствует вот он очень любит забегать под майку под одежду греться особенно когда зимой его доставать у нас снега нет то ему все равно прохладно если он любит бегать по комнатам мы его иногда выпускаем чтобы он побегал когда например в террариуме за ним прибраться надо еды насыпать вот как генеральную борьбу он там бегает но кота чаще всего мы не упускаем с ним ну без присмотра сейчас лучше присмотреть а вот он еще когда ему будет уже прям год сейчас он около 40 45 сантиметров с хвостом а потом будет 60 сантиметров когда уже будет прям уже год и хвосты они не скидывают как другие ящерицы и еще боратая гамма они одни не из многих которые ведут дневной образ жизни нам еще саламандру я не помню вроде бы саламандра называлась нам советовали ее взять сначала потому что ее типа новички рептилий берут чаще всего но потом там женщина просто пошла сейчас я историю расскажу как мы нашли я сначала мне на день рождения просто подарили маленький террариум мы сейчас там сверчков держим живых чтобы там их продают просто в маленьких коробочках и мы их высыпаем чтобы они не выпрыгивали когда ты одного хочешь взять а то это треш когда они выпрыгивают по комнате прыгают мы все орем ловим а Саня смотрит просто если есть скорее хочет вот я сначала хотела туда улитку заселить везде искала то есть в городе у нас в Валенсии вот моя учительница по испанскому сказала то что у нее ученица она в Барселону прям ехала к Мадриду там в Барселоне чтобы улитку просто купить живую я когда там искала там просто были мертвые улитки чтобы есть вот и мы потом поехали в самый большой зоомагазин в городе в Золандию в Золандию и там были улитки только большие потом я решила черепашку взять но там тоже самое они были большие когда там нам пришел мужчина помочь он достал черепаху ну работник и черепаха просто на него написала и у нас как-то уже пропало желание черепаху брать то есть там как бы воду надо будет постоянно менять фильтр и типа надо обогреватели всякие потом я засмотрелась на змей но мама конечно сказала нет там маленькие змейки они не кусаются вот и мама сказала нет Вика никаких змей мы хотели потом взять саламандру такую но они просто ведут ночной образ жизни и они очень такие активные ночью шорканье говорят то что слышно прям по всей квартире от них вот и они очень стрессовые такие особенно самки мне дали одну подержать маленькую но она меня укусила и спрыгнула вот я такая нет ну я не захотела потом женщина там прошла испанкой она нам сказала то что мы там увидели большую агаму огромную вроде бы самец был папе очень понравился и женщина прошла и сказала то что у нее такой один есть и она вот советует то есть ее брать то есть ящер брать вот и мы смотрели там маленьких вот сейчас когда приехали за новым террариумом там какие-то были какие-то серые у нее глаза такие маленькие узкие а страшно немного там сейчас такие не очень красивые то есть твой самый лучший правильно да мы вот очень красивого краса его выбрали у него глазки такие пронзительные прям он иногда так прищуривается и наверх так на тебя так смотрит с таким подозрительным взглядом типа он все понимает вот ну вот мы его купили конечно денег много потратили но мы все ему в глаза смотрели с моей младшей сестрой все вместе смотрели его как бы тебе назвать два дня думали имя его придумали соню как-то на пляже вот я все давай тогда будем удивляться я буду удивляться да мне удивило все потому что я не знаю много про ящериц и мне было очень интересно и у меня есть еще один вопрос когда вы чистите ему террариум он же может сбежать когда он гуляет он же может сбежать а мы его закрываем комнате одной там просто он до окна не допрыгнет же мы его на полу уставляем там комнате закрываем там нигде выход как бы нету чистим террариум ну просто от покашек там убираем от всего а я подумал что он гуляет по всей квартире он просто у нас домосед ты ему даже если откроешь террариум он не будет от этого выходить он вообще как бы это ленится выходить гулять он это мы когда террариум много купили я там просто один раз заметила когда я была на прошлой неделе на занятиях удивляемся с Григорием на прошлой неделе в это же время там смеялась потому что он просто бегал по всему террариуму так туда-сюда как сумасшедший и потом надувался и сдувался надувался и сдувался и и его что-то смело да я не знаю он может радовался то что ему вообще террариум очень понравился он там просто по всему террариуму бегает и большой еще с него террариум ему очень нравится мы еще ему качалку надо купили он там лежит спит и он еще с камнем танцевал он камень так обходил и начал как-то шататься то есть он осваивал новый террариум понятно интересно Захара и Ульяна я бы хотел поудивляться меня очень удивило что вот эти ящерицы я уже не запомню как они называются бородатые агамы да бородатые агамы все время забываю именно это название то есть все другие ей не учатся вот меня не удивило что бородатые агамы ведут дневной образ жизни вот я думаю все все ящерицы ночные так сказать животные я их называю просто агамики как бы меня понимают ну еще удивление есть а меня удивило что во первых так в целом меня всегда удивляет когда рептилии выбирают в качестве домашних животных а если говорить о ящерице и такие нежные вроде как отношения и у тебя и сестры с ним и у кота это действительно удивительно также меня очень удивило если говорить о ящерицах именно что он не сбрасывает хвост а то есть ну наверное для того чтобы ящерица отбросила хвост должны быть какие-то стрессовые обстоятельства может быть там наступить ей на хвост или еще что то но они не сбрасывают в испании есть много ящериц они могут просто если вот там коттеджи где-то снять они могут просто в коттеджи у тебя оказаться как через балкон залезть ну понятно ну да они откидывают хвост а он вообще не откидывает а вы пробовали прищемить да пробовали когда убегал мы его за хвост и нога брали он нормально не скидывает хвост линяет только кожу вот все сначала говорят линяет же целиком ну в смысле по всему телу сбрасывается кожа а не только хвост самые сложные участки это ноздри я беру щитцы маленькие такие у него просто достаю кушки там просто целая нить кожи ему сложно дышать я ему достаю как только могу и ему открывать что помогаешь линять ну да можно немного помогать обрывать там немножко вот те которые уже свисают вот обрывать нельзя потому что повредить можно ногу кожу будет то есть рано может быть и заражение а ящерицы вот это очень опасно то что боролатая гамма они же не могут как бы мяукать как коты или гавкать как собаки когда им больно что там понятно вот так что там типа говорят смотрите за ящерицами если конечности у них там еще такая болезнь у них есть у них если лапы вот такие становятся какими-то кривыми то это болезнь там у него у них каких-то костей они типа типа ну может быть поздно вот поэтому многие люди на это внимание не обращают и они к сожалению погибают большинство ну вот такие вот безразличные хозяина которые они вообще то есть животные безразличные то есть ящериц все равно требуется внимание и тепло человеческое это один да вот мне вот немного не нравится как бы я всех животных люблю даже в будущем хочу стать ветеринаром вот и и просто мне не нравится когда люди они говорят то что ой фу зачем вы ящериц берете они же такие противные там будут гладить везде вот на самом деле если как бы мама она сначала тоже его боялась но она теперь его зацеловать готова как и я ну у людей бывает да что к рептилиям они относятся с беспокойством как минимум ну да поэтому они кажутся неприятными спасибо тебе большое за твой рассказ за то с какой любовью ты это делаешь наверное у кого-то поменяется отношение в том числе и к рептилиям давай мы тогда дадим еще слово Захару потому что со временем у нас мало спасибо Вика я уже все получается ступай так окей так 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 ну вы уже поглубление поняли удивительные места земли часть 7 я наконец таки вернулся с этой речью можно сказать вот я наконец таки рассказываю вам еще удивительные места земли итак первое у нас это ледник Скафтафетль Исландии так только давайте ну не убегайте от таких сложных названий они у нас будут преследовать по всему докладу поэтому продержитесь хорошо итак национальный парк Скафтафетль Скафтафеды находится на юге Исландии он расположен между горами Хёбун и Киркью Байяр Клёй С Тюр ой Скафта Скафтафетль славится своими необычными пейзажами а также ландшафтом который формировался долгие тысячелетия под воздействием вулкана Эрайвайё Кюдль и ледников Скейдарау Рьё Кюдль и Скафтафедли Сьё Ё Кюдль парк открыли в 1967 году с тех пор его границы неоднократно пересматривались и в результате расширились сегодня его площадь составляет более 4800 километров квадратным метром Скафтафетль один из самых больших национальных парков Исландии который в 2008 году был объединён с национальным парком Ватнаё Кюдль и теперь является его подразделением забыл сказать у нас про ледник скафтафеты будет не сильно много будет больше про парк скафтафеты скафтафеты мне сложно найти ведь он раскинулся у подножия крупнейшего в Исландии ледника Ватнаё Кюдль одной из главных достопримечательностей парка сам парк окружён величественными большими величественными да большими горами которые полностью покрыты льдом они надёжно защищают территорию от холодного северного ветра в парке раскинулась долина мор Саурдалюр есть вулкан Лаки а также возвращается гора Кристинариндар сейчас Кристинар Тиндар вот итак одна из одна из достопримечательностей парка ледяная пещера с кафтофетой которую из Солнца называют сапфировой она расположена в леднике Ватнаё Кюдль эта пещера формируется до сих пор а её возраст превышает нескольких тысячелетий сапфировой её называют изумительного синего цвета который получается благодаря очень плотному льду практически не содержащему воздушные пузыри ледяную пещеру можно поместить в период с ноября по март можно посетить в период с ноября по март так как летом тает лёд что опасно для гостей вход в пещеру возможен только с экскурсионной группой так озеро хиллер в австралии озеро хиллер 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 вот в австралии часто называют розовым озером свою популярность она получила именно из-за своего необычного популярного пурпурного цвета блин уже запутался именно таким озеро хиллер хиллер выглядит и издалека и вблизи это всемирно известная природная достопримечательность располагается на острове мидл мидл ай айленд и со всех сторон окружена эвкалиптовым лесом и многочисленными песками и открыто озеро хиллер было в начале девятнадцатого века во время экспедиции мэтью флиндерса капитан заметил водоем с розовой водой поднявшись на одну из ближай 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 ближайших гор розовое озеро в австралии не впечатляет своими размерами длина водоема хиллер составляет всего 600 метров и ширина 250 метров глубина озера неизвестна по сей идее и как следует неизменно однако существует предположение что она довольно небольшая побережье озера хиллер песок а у самого берега водоема можно наблюдать множество соли выступающей на поверхность главной особенностью водоема является его цвет ярко-розовый водоем хорошо заметен как с высоты птичьего полета так и с довольно большого расстояния на земле открытие озера хиллер произошло в 1802 году оно было замечено с горы которая была названа пиком флиндерсона именем капитана экспедиции который открыл так сказать это озеро более углубленное более углубленное более углубленное это озеро было изучено уже в 20 веке в 1950 году здесь проводились масштабные тесты однако в то время исследования не дали никаких результатов главной гипотезой причине цвета озера хиллер в Австралии было предположение о наличии некоторых специфических микроорганизмов и в высоком и высоком уровне соли частично оно подтвердилось в 2016 году участникам проекта экстриме удалось установить причины с помощью исследований со временем ученым удалось установить что розовый цвет озера хиллер в Австралии имеет благодаря водоросли дуналиел салон салоноводные салоноводные произрастающие на дне в огромных количествах кроме того исследования показали что в озере хиллер обитают многочисленные археи которые также воздействуют на свет сообщая что насыщенность цвета меняется в зависимости от температуры воды несмотря на свою популярность озера хиллер в Австралии является малопосещаемым это обусловлено его расположением к розовому озеру на острове Миддл Айленд практически невозможно подобраться сюда можно доехать только на частном самолете воспользовавшись услугами частных туристических ферм эти услуги стоят очень дорого озеро хиллер на острове Миддл Айленд в Австралии это уникальная природная достопримечательность известная во всем мире множество лет это место хранило в себе некую загадку ученым была неизвестна причина по которой нет здесь нет так ледяная пещера возле вулкана Мунтовского Россия пещера образуется в результате сейчас подождите это точно то да это точно то так так сейчас подождите давайте так ну про ледяную пещеру у нас там возникли маленькие проблемы поэтому я про ледяную пещеру возле вулкана Мунтовского Россия расскажу в следующий раз плюс еще добавлю некоторые еще еще одни удивительные места так пока что спасибо за внимание все меня удивило подожди я завершу демонстрацию все меня удивило это вот это вот вот это вот самое первое рассказ который сейчас ну вот самый первый ледникска скафтофетель да в Исландии подсказывают Исландии да в Исландии ледникскафтофетель ага вот и еще меня удивило предпоследний вот это розовое озеро так как как оно там называется озеро хиллер хиллер в Австралии это это ледникскафтофетель вот это так это и есть ледникскафтофетель я рассказал про два понятно ну как раз я мы наверное успели ну да тут угу и Арсений тоже хочет удивить Арсений давайте выбирайте кто-нибудь Арсений Арсений отошел тогда давайте Вике слово дадим Вика Вика да меня удивило то есть я может где-то слышала про такое озеро в Австралии ну меня удивило цвет водоросли то есть что там так такой розовый цвет по-моему в России вот такое же где-то озеро было вот вот и меня удивил тоже ледник он очень красивый выглядит вот завораживает да и сейчас то что вот еще потепление жалко то что ну сейчас больше тает наверное начнет вот и меня очень удивила интонация с которой и рассказчик рассказывал даже интереснее вот стало завлекает завлекает да я иногда сам вот так погружаюсь в голову за беловой в эти рассказы хорошо даже не замечаю как проходит этот доклад Амалия мне тоже удивило что есть такое розовое острово я просто никогда не знала что может быть острово который такой амалия секунду это не остров а озеро то есть вода на острове как Middle Island в районе есть озеро озеро да озеро простите я никогда не знала что есть такое такое озеро у него такой красивый цвет интересно живут ли там например рыбы вот Захар мог бы ты нам это узнать для следующего раза для следующего раза хорошо следующий раз тогда получается у меня так сказать домашнее задание я рассказываю так сказать про озеро Хилир про пещеру возле Мунтовского по-моему да вот и еще еще некто и ты сам поднял руку да я это не относится ни к чему из нашего из нашей встречи просто я хотела не то чтобы похвастаться показать то что я сделала начну с малого так сказать видения у Дарины вчера был день рождения наша подруга сестра да сестра даже шарики и у нее ей подарили акриловый маркер естественно мы все захотели ими порисовать Таисия мама Дарины и Авроры сказала что не надо этими маркерами рисовать на воде на бумаге вот и ну это надо для разных материалов вот поэтому я решила раскрасить что-нибудь другое вот первая моя работа это вот такая вот монетка пятерка ты раскрасил монетку маркерами? маркерами акриловыми настоящая монета? настоящая ага и держится да? да все держится вот со вчера нормально карандаш не сильно держится но тоже получился вот то есть это маркеры которыми можно рисовать по разной поверхности да это на разных поверхностях вот Аврора тоже показывает тоже дерево ими можно рисовать на дереве на металле на стекле на пластике ну и на бумаге а еще на холсте рисовать да ну это ткань так сказать вот смотрите а вот это вот это последняя моя работа кубик кстати на ткани тоже рисуют это одни и те же маркеры? да маркеры одни и те же а скилл я покупала на озоне понятно Захар из чего этот кубик? а еще один это это этот из дерева деревянный кубик деревянный в Минске и еще у Дарины есть такой шар который включается и он очень у него ветер выходит и когда если правильно держать и когда его правильно держать бросаешь его вверх и он может к тебе возвратиться если правильно его взять это шарик спиннер какой-то это очень интересно возможно когда Дарина к нам присоединится она нам об этом расскажет и покажет а сейчас давайте сворачивать нашу Дарина вряд ли сможет присоединяться потому что она теперь ходит на танцы и у нее была танцы ну она вот только пришла понятно что она не сможет это возможно когда-нибудь нам Дарина об этом расскажет надеюсь сейчас мы да отправляем наш привет Григорию снова да еще раз здравствуйте здравствуйте точнее здравствуйте здравствуйте ну не здравствуйте мы будем говорить до свидания и привет до свидания всем пока до свидания до свидания спасибо ребята за интересные рассказы счастливо до свидания 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 Продолжение следует...